Мы прерываем культурные проблемы Посиделки на ежевечернее обращение светлейшего резидента Устройтесь удобнее, не думайте И представьте что-нибудь хорошее Имели возможность жить вообще без всяких правил И все им было позволено Все бы сходило с рук, чего бы они ни делали Вот, собственно говоря, те самые правила О которых нам постоянно, как в народе говорят, толдычат То есть постоянно об этом говорят Все остальные должны быть причесаны Под эти самые правила Да и кто читал-то этих правил? Говорят о каких-то правилах Каких правилах? Где они написаны? Кто согласовал? Чушь какая-то просто Для идиотов, что ли, это все говорится На какую-то широкую публику Людей, которые даже читать-то как следует не умеют Какие правила-то? Кто с ними работал? Ну, бредятельно просто и все Нет, это долдонят, как у нас в народе говорят Бесконечно и все Значит, а тем, кто не соблюдает Против них будут вводить какие-то там ограничения и санкции Игра эта, безусловно, опасная Кровавая и, я бы сказал, грязная Но война на умах и сердцах невидима Перед человечеством сейчас, по сути, два пути Или дальше накапливать груз проблем Которые неизбежно всех нас раздавят Или все же вместе попытаться найти решение Пусть и не идеальные, но работающие Способные сделать наш мир более стабильным и более безопасным Ты забыл, какой ценой нам досталась стабильность? Вы знаете, я всегда верил и верю в эту силу здравого смысла Ну, за здравый смысл Не текай! Есть здесь и прямой меркантильный, конечно, интерес Приведут цитату из знаменитой Гарвардской речи Александра Александровича Солженицын Что? Давайте для начала разберем резолюцию номер один Основной документ, который лучше всего говорит о планах той группы Которую Солженицын сколачивал в течение почти двух лет своего пребывания на фронте Итак, резолюция номер один Всего девять рукописных страниц, копии с которых летом этого года Впервые были открыты ростовским архивом московскому журналисту Юрию Панкову Автору книги «Родословная лжи Солженицына» В 1941 году мы оценивали начавшуюся войну Как войну, которая неизбежно перерастет в ряд европейских революций Однако дальнейшие события показали, что возможен и весьма вероятен Иной конец современной войны в Европе Наметившийся исход войны не будет означать поражение Мировой или Европейской пролетарской революции А лишь отсрочку ее вместо грозившего поражения Прямо как у Троцкого, который писал, что Европейская война Неизбежно означает Европейскую революцию Возможно, вы скажете, а Троцкий-то тут при чем? Кто мог в сороковые годы прошлого столетия повторить мысль Троцкого Как некую истину А потом пытаться ее тиражировать и пропагандировать? Кто угодно, наверное Например, троцкист Вопрос При обыске у вас изъят портрет врага народа Троцкого Где вы его взяли и с какой целью хранили у себя? Ответ Портрет Троцкого я вырвал из книги «Вельткрик» Мировая война немецкого издания Книгу эту я взял в одном из населенных пунктов восточной Пруссии В районе города Липштадт Должен признать, что я имел намерение написать антисоветское произведение В котором собирался восхвалять врага народа Троцкого С этой целью я и хранил у себя его портрет Приведу цитату из знаменитой гарвардской речи Александра Александровича Солженицын Которым говорил Солженицын Что? Я благодарен, скажу по-честному, моим помощникам, которые нашли эти цитаты А Достоевский будет жить И Чайковский И Пушкин Как бы кому этого не хотелось Да ничего не поменялось В голову даже никому не приходило Поэтому стреляют пушки, свистят пули Чтобы люди точно знали, что идет война Чего из России не исходит Это все происки Кремля Ну на себя-то посмотрите На самом деле оружие в войне вовсе не нужно Сражения идут при помощи смыслов Неужели мы такие всемогущие? Чего? Любая критика в адрес наших оппонентов Любая Воспринимается как происки Кремля Рука Кремля Ну это бред какой-то Да чего скатились-то? Ну хоть мозгами-то пошевелите Как-то поинтереснее что-нибудь изложите Свою точку зрения изложите как-то концептуально Народы умело стравливаются И игра идет Так и есть Все так и есть Тебе нужно научиться различать в окружающем шуме Что происходит на самом деле Пускай вот экономические и торговые войны Санкции, бойкоты Цветные революции Готовят и проводят разного рода переворот Предугадывать ходы противника И выстраивать свою игру правильно Один из них привел к трагическим последствиям на Украине в 2014 году Поддержали же Даже сказали сколько денег истратили на этот переворот Я буду играть за медведя? Ну надеюсь Если не соблазнят иные Вообще охамели просто Не стесняются ничего За последней партией Медведь растерял все что можно За стол садить некого Не то что сражаться Кругом одни менеджеры Да аналитики Чуть такое вообще Мы где живем? Страноватые На мой взгляд Но новомодные тенденции Вроде десятков гендеров И гей парадов Так тому и быть Да пускай делают что хотят На что они точно не имеют права Так это требовать от других Следовать в том же направлении В отличие от запада Мы в чужой двор не лезем Что? Ну что греха таить Мы же все понимаем И говорят в той же Европе Об этом прямо Сегодня одно говорят Завтра другое Документы подписывают Завтра от них отказывают Ну что хотят То и делают Ну где? Какой-то стабильности нет Вообще Ни в чем Ты забыл какой ценой Нам досталась стабильность? Мы под вашей стабильностью Не подписывались И ваши системы Не принимали Что? Ты чего себе возомнил? Кто ты такой Чтоб оценивать систему? Думаешь там наверху Дураки сидят? Я думаю Наверху сидят Полнейшие кретины И редкостные подонки Что? И цель с позволения Спросить Этого давления Это какая? Ну какая? Потренироваться так просто Что ли? Ну конечно же нет Цель Сделать Россию Более уязвимой Цель Превратить Россию В инструмент Для достижения Своих собственных Геополитических целей Геополитика Нет никакой геополитики Тех, кто управляет Ветрами Заставляют верить В этот миф В контроль над плоским пространством Вот Ну собственно говоря Это универсальное правило А в конечном итоге Если вообще не удается Ничего сделать Вся ли одна Уничтожить Смахнуть С политической карты Не получилось И не получится Никогда В отношении России Развернуть И реализовать Такой сценарий Смысл сегодняшнего Исторического момента Как раз и состоит в том Что перед всеми Цивилизациями Государствами И их интеграционными Объединениями Действительно открываются Возможности для Своего демократического Оригинального пути развития И прежде всего Мы считаем Что новый Миропорядок Должен основываться На законе И праве Быть свободным Самобытным И справедливым Тем более Что используя Доллар Как оружие Соединенные Штаты Да и Запад В целом Дискредитировал Институт Международных Финансовых Резервов Сначала Их Обесценил За счет Инфляции В зоне Доллар И евро А потом И вовсе Цап-царап Прикарманил Наши Золотовалютные Резервы Что Цап-царап Что Цап-царап Ну давайте мы подождем Когда американцы Истратят деньги На Новые технологии По добыче Сланцевой нефти А потом И у них Цап-царап Цап-царап Это я пошутил Только сейчас Раструбят на все На весь мир Цап-царап Махать Делать совсем Необязательно А я поэтому Поправляюсь А потом и вовсе Цап-царап Прикарманил Наши Золотовалютные Резервы Думаешь там Наверху Дураки Сидят Я думаю Наверху сидят Полнейшие кретины И редкостные Подонки Что Переход к расчетам В национальных валютах Будет активно Набирать обороты Неизбежно Это конечно Зависит от Уровня состояния Эмитентов Этих валют Состояние Их экономик Но будут укрепляться Девальвация Модернизация Индекс Доу-Джонса Разрушает Санкционный Климат И такие расчеты Безусловно Будут Постепенно Станут Доминировать Такова логика Суверенной Экономической И финансовой Политики Многополярного мира У населения Нет понимания Сложности Процессов Науськивание Очковтирательство Все это Компраторство Выстраивают Так отношения Если Либеральная Глобализация Это Обезличивание Навязывание Всему миру Западной Модели То Интеграция Напротив Раскрытие Потенциала Каждой Цивилизации В интересах Целого Ради Общего Выигрыша Если Глобализм Это Диктат К этому Все сводится В конечном Итоге То интеграция Это Совместная Выработка Общих Стратегий Выгодных Всем И не надо Думать Мол Никто И никогда Все И всегда Макроэкономика Таких Ошибок Не прощает Напомню Что Западная Цивилизация Не является Единственной Даже На нашем Общем Евразийском Пространстве Более того Большинство Населения Сосредоточено Именно На востоке Евразии Там Где Возникли Очаги Древнейших Цивилизаций Человечества Ценность И значение Евразии В том Что этот материк Представляет собой Самодостаточный Комплекс Обладающий Гигантскими Ресурсами Любого рода И огромными Возможностями Псевдоборьба За псевдополезные Псевдоископаемые Север Юг Запад Восток Двойка Четверка Наземная А мир Это у нас Трехмерный Успешная Деятельность Евразийского Экономического Союза Быстрый Рост Авторитета И влияния Шанхайской Организации Сотрудничества Масштабные Инициативы В рамках Одного Пояса Одного Пути Планы Многостороннего Сотрудничества По реализации Транспортных Коридоров Севера Юга Другие И многие Другие Проекты В этой Части Мира Уверен Это Начало Новой Эры Нового Этапа В развитии Евразии Большая Евразия Это не Абстрактная Геополитическая Схема А без Всякого Преувеличения Действительно Цивилизационный Проект Устремленный В будущее Естественной Частью Большой Евразии Могла бы Быть И ее Западная Оконечность Европа Но Многим Ее Лидерам Мешает Убежденность Что европейцы Лучше Других Императорский Бал Военные Рельсы Вот это Послевкусие Мемуары В кулуарах Эклектика Что им Не пристало Участвовать В каких-то Начинаниях На равных С остальным За таким Высокомерием Они Как-то И не Замечают Что Сами Стали Уже В чужой Периферии И превратились По сути В вассалов Часто И без Права Голос Да Не все Гладко Но мы Поднимаемся С колен Мы стоим На историческом Рубеже Впереди Наверное Самая опасная Непредсказуемая И вместе с тем Важное Десятилетие Со времен Окончания Второй мировой войны Будущее Мировое устройство Формируется На наших глазах И в этом Мировом устройстве Мы должны Выслужить Всех Принять Во внимание Каждую Точку Зрения Каждый Народ Общество Культуру Каждую Систему Мировоззрений И гей И религиозных Представлений Не навязывая Никому Единой Истины И только На этом Основании Понимая Свою ответственность За судьбу Судьбу Народов Планеты Строить Симфонию Человеческой Цивилизации Что Все эти Изменения Они идут В течение Многих лет Уже давно Просто на это Так или иначе Кто-то обращает Внимание А кто-то нет Но это Тектонические Изменения Всего миропорядка Тебе нужно Научиться Различать В окружающем Шуме Что происходит На самом деле Тектонические Плиты Они же Постоянно Находятся В движении Где-то В коре Земной Двигаются Двигаются Все спокойно И тихо Но изменения Все равно Происходят Потом раз Зацепились Энергия Накапливается Накапливается Потом Пум Сдвинулись Происходит Землетрясение Вот накопление Этой энергии Так И потом Ее Всплеск Такой Привели Вот к тем Событиям Которые происходят Что Но они происходили Раньше Ведь в чем суть Этих происходящих событий Возникают новые Центры силы Я все время Об этом говорю Да и не только я Разве Во мне дело Расстановка Расстановка шести сил Красный лев Желтый дракон Зеленый конь Голубая волчица Синий орел И наш фиолетовый медведь Они происходят Ну По объективным обстоятельствам Что-то Значит Уже Увидает Там Из прежних Центров сил Сейчас я не говорю Даже Сейчас не хочу Говорить Почему это Происходит Но это естественный Процесс Рост Отмирания Изменений Каждая сила По очереди Совершает Три хода Задающий Определяющий И завершающий Побеждают То одна сила То другая Победитель На время Получает Благоденствие Проигравший Также на время Погружается В разрушение И так Партия за партией Нарождаются Новые Центры сил В основном В Азии Конечно Средний Фиолетового Ждет гибель Из-за зеленого Тоже мне Открытие Все это И без них Знаем Передай Пусть лучше Воду не отнимают И так Обложили Со всех сторон Происходят Вот эти Тектонические Изменения Но То что Не мы А именно Запад Довел До сегодняшней Ситуации Что Одни силы Объединяются Против других Каждый раз В новом составе Время Барабаны Войны Визжат Революции И все На этой доске Управляет Игрой Незримый Дирижер Но не важно А важно то Что тектонические Изменения Происходят И будут Происходить И Наши действия Здесь ни при чем Что Да действительно Они просто Высвечивают Происходящее событие Более ярко Би И подталкивают Некоторые процессы Которые Начинают развиваться Может быть Быстрее Чем это было До сих пор Мы переберемся Жить к вам Готовьте хлеб В соль Но В целом Они являются Неизбежными И это происходило бы Вне зависимости От того Как действовала бы Россия На украинском направлении Я все время об этом думаю И То что происходит Без всякого сомнения В конечном счете Я хочу это подчеркнуть В конечном счете Идет на пользу России И ее будущего Я все время об этом думаю И ведь совсем недавно еще Мы сами С тревогой думали о том Что мы превращаемся В какую-то Полуколонию А почему колонии Одни руины А у них все так В головах руины В сердцах руины И снаружи Одни сплошные руины Никто ничего не строит Только проедают То что построено до них А нет Ничего не развалилось Что Мы сами Наконец осознали Мы все время говорим Мы великая Великая Мы великая страна Мы можем это сделать Вот этот Как бы Такой широкий лозунг Своих не бросаем Он на самом деле Сидит глубоко В сердце каждого Русского И Представителя Других Этнических групп Россиян И Готовность бороться За своих людей Идет к сплоченности Общества В этом всегда была Огромная сила Нашей страны Главное что Всех это разруха устраивает Лишь бы стабильно Как бы что не вышло Вот девиз эпохи вырождения Но люди 8 лет Под обстрелами живут Которые кстати И продолжаются до сих пор А что это за звуки? Похоже на взрывы Аааа Это война На западном входе Мы должны были Что-то для себя решить На диванах лежали Вставать не хотели Пусть теперь сами воюют Главное что у нас тихо А что мы могли решить? Признать их независимость Но признать их независимость И бросить просто На произвол судьбы Ну это Вообще Неприемлемо Значит Должны были бы сделать Следующее что мы сделали Включить их в состав Российского государства Они одни не выживут Это очевидный факт Вы приглашаете нас К себе в гости В гости В гости Простите что только там разберутся Но если мы признаем Значит Включаем состав Российского государства По их воле Мы же знаем настроение людей Отставить! Тихо-тихо-тихо Граждане Стабилизируемся Все мы патриоты Давайте не ссориться Вы не арестованы А гости нашего славного города Они же две провели Две крупномасштабные Военные операции Которые закончились безуспешно Но они же были Всем сидеть на пупе ровно И не крякать Будет так как мы скажем Что? Ну вот по другому Я просто не могу Объяснить эти действия Вот все вот Все вот эти действия И привели к сегодняшним Трагическим событиям Вот и все Вы неоднократно говорили И писали программной статье Что мы один народ Вы не изменили Эту точку зрения за год? Нет конечно А как можно это изменить? Это факт Это исторический факт Это единый народ Говорили на одном языке Древнерусском И изменения в языке Начали возникать По-моему только В 14 или 15 веке Под влиянием Польши Потому что Западные части Российского государства Оказались в разных странах С развитием того или иного этноса Возникают разные процессы Относиться к этому можно Только с уважением Ну конечно Но писали Мы русские православные люди Это же не я сказал Это та часть Народа Которую Которую мы сейчас Называем украинцами Известные принципы Еще с античных времен Разделяй и властвуй Вот начались попытки Раздела Единого русского народа Ничего здесь Такого Необычного Это нет У нас же тогда Гражданская война Получается С частью собственного народа Ну отчасти да Но мы оказались В разных государствах Украина конечно Складывалась Как искусственное государство Тем более что После второй мировой войны Это же тоже исторический факт Сталин взял И передал В Украину Ряд польских территорий Ряд венгерских Ряд румынских Но честно говоря Вот сейчас я просто Вот о чем подумал Откровенно говоря Единственным Настоящим Таким Серьезным Гарантом Украинской Государственницы Суверенитета И территориальной Ценности Могла бы быть Только Россия Которая и создала Сегодняшнюю Украину В чем план Вот Ну План Был Цель одна Помощь Людям Которые проживают На Донбассе Вот Из этого мы исходим А что конкретно Что планирует Генеральный штаб Ну это нужно Я знаю конечно Но мне кажется Что это Не тот случай Когда нужно В деталях Об этом Разговаривать Пока ядерное оружие Существует Всегда Существует Опасность Его применения Первое Второе Цель Сегодняшней Возни Вокруг Ядерных Угроз И Возможного Применения Ядерного Оружия Она очень Примитивная Повлиять На наших Друзей На наших Союзников Повлиять На нейтральные Государства Сказать ему Смотрите Кого вы там Поддерживаете Какая Россия Страшная Страна Не надо Ее Поддерживать Не надо С ней Сотрудничать Не надо У нее Ничего Закупать Не надо Им Ничего Продавать На самом деле Это Примитивная Цель Закупать Я думаю, что это важная задача премьер-министра, что я готова, чтобы это сделать. Поправили бы ее, в Вашингтоне мы публично сказали, мы к этому не имеем никакого отношения. Мы не знаем. И обижать не надо было. Просто отмежеваться. Ведь молчат все. А что мы должны думать? Мы думаем, что это согласованная оппозиция. Что нас начинают шантажировать. И что нам, совсем молчать, сделать вид, что мы ничего не слышали, что ли? Так прямо иногда говорят, а постоянно намекают на том, что мы обстреливаем атомную Запорожскую электростанцию. Но они сбрендели совсем, нет? Мы же контролируем эту атомную электростанцию. Там же войска находятся наши. Я говорю, что надо сделать? Уберите тяжелое оружие. Согласен. Мы уже сделали это. Там нет никакого тяжелого оружия. Да? Ну, другое уберите. Чушь какая-то, понимаете? Мы же не случайно обнародовали данные спецслужб по поводу того, что готовят какой-то инцидент с так называемой грязной бомбой. Это же просто сделать. Мы даже знаем, где примерно это делается. Ну, остатки там ядерного топлива немножко преобразовали. Технологии, имеющиеся на Украине, позволяют это сделать. Загрузили там в точку У или куда-нибудь другое. Подорвали где-то ядерное устройство. Сказали, что это Россия сделала. Нанесла ядерный удар. Нам не нужно этого делать. У нас смысла нет никакого. Ни политического, ни военного. Значит, нет. Все же делают. И это я дал указание Шойгу прозвонить всем его коллегам и проинформировать об этом. Будет сделано. Служу стабильность. Кстати, в японских учебниках, как правило, пишут, что это союзники нанесли ядерный удар по Японии. Вот так держат эту Японию. Даже в учебниках школьных не могут написать правду. Хотя вроде каждый год вспоминают об этой трагедии. Молодцы, американцы, просто надо брать пример, наверное, в чем-то с них. Просто красавцы. Что касается России, у нас есть военная доктрина, пусть ее прочитают. В соответствующей статье этой военной доктрины написано, в каких случаях, по какому поводу, в связи с чем и каким образом Россия считает возможным применение оружия массового уничтожения в виде ядерного оружия для защиты своего суверенитета, территориальной целостности, для обеспечения безопасности российского народа. Но мы не собираемся ничего навязывать. Мы исходим из того, что нужно использовать наиболее эффективные инструменты развития страны. Рыночные принципы. Майор, вот идеал. Счастливой, сытой жизни. Но под контролем, разумеется, государства, государственной власти, под контролем народа. Товарищи, изобилие возможно только при социальном равенстве и общественной собственности от каждого. По способностям, каждому по потребностям. Наши! Вот секрет счастливой жизни. И используя эти преимущества, направлять их на главную цель, на повышение благосостояния страны. А я вам говорю, господа, жизнь простого человека должна стать базовой ценностью. Приоритете, уровень и качество его жизни. Доступна сект без исключения социальных благ. Все, кто это затевают, затевает вот это все этим людям, я адресовываю. Доиграйтесь! И с уважением относимся к тем людям, которые придерживаются левого взгляда, в том числе коммунистических убеждений. Где? Укажите нам отечество отцы, которых вы должны принять за образцы. Что касается русской православной церкви, она всегда на протяжении всей истории была со своей пастрой, со своим народом. А кто такие были славяне? Это варвары? Варвары. Люди, которые говорят непонятные вещи. Это люди второго сорта, это почти звери. Такая манера сложилась уже давно, еще с колониальных времен. Всех считают людьми второго сорта, а себя исключительными. Православная церковь в своей истории, в своем предании имеет замечательные имена. Это имена святых равнопостных Кирилла и Мефодия. В каком-то смысле мы церковь Кирилла и Мефодия. Что? Мы не только внешне, но мы по существу не вмешиваемся в жизнь религиозных организаций. Они вышли из просвещенного греко-римского мира и пошли с проповедью славянам. Мы считаем, что мы перед ними в долгу, потому что за советское время их имущество разбазарили, выездили за границу, распродали. А кто такие были славяне? Это варвары? Варвары. Люди, которые говорят непонятные вещи. Это люди второго сорта. Это почти звери. Нанесли большой ущерб религиозным организациям, в том числе и русской православной церкви. Всех считают людьми второго сорта, а себя исключительными. То же самое происходит и сегодня. И если в исполнении этого долга человек погибает, то он, несомненно, совершает деяние, равносильное жертве. Он себя приносит в жертву за других. И потому верим, что эта жертва смывает все грехи, которые человек совершил. Что? Мы стараемся поддержать все наши конфессии, но мы не вмешиваемся в их работу. Россия сегодняшнему миру может предложить религию справедливости. Потому что эта религия, это ощущение лежит в корне всей нашей русской культуры, всей нашей русской жертвенности. И сегодня Россия приносит эту жертву. Она по существу одна, одна наедине со всем остальным жестоким западным миром ведет эту борьбу за справедливость. Это огромный вклад. Так вот, может быть, сделать сегодняшнюю российскую идеологию религией справедливости. Что? То, что есть там или нет Нобелевские лауреаты, ну это что, показатель каких-то достижений? При всем уважении и к Нобелевскому комитету, и к обладателю этой замечательной Нобелевской премии. Разве только в этом показатель состоит? То, что мы делаем, оно является очень привлекательным для очень многих стран мира и народов. Что? Вы посмотрите, во многих странах Африки, в некоторых странах российские флаги. Сейчас. Очень многие немножко занервничали, вспомнив ваше высказывание вот здесь же, на нашем мероприятии, четыре года назад, что мы все в рай попадем. Мы не торопимся же, правда? Агрессор, он все равно должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. И, ну что же, а мы жертвы агрессии. И мы как мученики попадем в рай. Что? А они просто сдохнут. Потому что они даже раскаяться не успеют. Вот вы задумались, это уже настораживает как-то. А я специально задумался, чтобы вы настораживались. Эффект достигнут. Понятно. Спасибо. А я и в цари записаться могу. Да. Кто тут, к примеру, в цари крайний? Никого? Так я первый буду. У нас много сторонников. Добрый вечер, Константин Старыш, Республика Молдова. У меня двое детей, им 8 и 10 лет. Они ученики лицея имени Пушкина в Кишиневе. Они очень просили передать вам привет. Что? Я не могу себе отказать в этом отцовском маленьком таком удовольствии. Так что вам привет от Александры и Гаврила из Кишинева. Да ладно. Теперь вопрос. Добрый вечер. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Пятница. В эфире капитал шоу Поли-Кидез. Ну это же есть. Я сейчас говорю, я ничего не придумываю, понимаете? В итоге у нас с сегодняшнего дня погас свет в Кишиневе. Почти полностью. Но речь не об этом. У меня двое детей, им 8 и 10 лет. Они ученики лицея имени Пушкина в Кишиневе. Они очень просили передать вам привет. Мы точно к этому не имеем никакого отношения. Во всем всегда обвиняют Россию. Где-то свет погас, где-то туалет не работает, извините. Где-то еще что-то. Во всем виновата Россия, понимаете? Почему дело довели до того, что света нет, но это уж, извините, это не наша проблема. Вопрос 2. Все вас очень любят в Интонезии. Все всегда кричат «Ура!» И хочу спросить, можно ли с вами потом сфотографироваться? Да, с удовольствием. Такой красивой женщине, с удовольствием. Что? Что? А теперь, когда Макрон звонит, вы уточняете, кто у него там рядом? Нет. А почему? Как раз стоило бы... Ну, потому что я теперь исхожу из того, что кто-то слушает. Понятно. Как царем, значит, заделаюсь, первым делом, первым делом, все первым делом. А пианино? А что это за жизнь без пианины? У нас очень добрые отношения с Индонезией на протяжении практически всей новейшей истории. Президент Федода, когда звонит мне, он обращается ко мне, со словами, брат. А в чем сила, брат? Я ему говорю то же самое. В деньгах вся сила, брат. Мы дорожим отношениями, которые у нас сложились с Индонезией. Деньги правят миром. И тот сильнее, у кого их больше. Индия проделала колоссальный путь развития от английской колонии до современного ее состояния. Очень многое сделано за последние годы под руководством премьер-министра Моди. Он, безусловно, патриот своей стороны. Тихо, 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 граждане, стабилизируемся. Все мы патриоты, давайте не ссоримся. У нас в Индии никогда не было никаких, я хочу это подчеркнуть, никогда и никаких сложных вопросов. И не надо думать, мол, никто и никогда. Мы всегда только поддерживали друг друга. Так происходит сейчас, уверен, так будет происходить и в будущем. Все и всегда. В 7,6 раза увеличены поставки удобрений в Индии. Это еще что? Это удобрение. Ты ушел 6 часов назад, купил счетчик купюр, обернулся с обнаруженной Глорией и мешком удобрений. Нам нужно удобрение, Уинстер. На энергетических рынках важна даже не цена конечная. Важна не это. Это текущая экономическая или политическая конъюнктура. Для международных энергетических рынков важна предсказуемость, стабильность. Вот что важно. Ты забыл, какой ценой нам досталась стабильность? Мы под вашей стабильностью не подписывались и ваши системы не принимали. Что? Все очень примитивнее. Ими движут экономические интересы, желание сохранить в западных банках миллиарды долларов, которые они украли у украинского народа. Украли, спрятали в западных банках. И для того, чтобы обеспечить безопасность своих капиталов, делают все, что им запады приказывают. Наших зрителей волнует. Что же происходит? Чего ждать? Обосрение отношений по всем фронтам. Обстановка требует детального анализа. Западные политики просто болтают языком для того, чтобы привлечь на свою сторону избирателей. Пугают сначала рядовых граждан возможными климатическими изменениями. Потом на базе этого страха начинают обещать то, что выполнить невозможно. Получают голоса избирателей, приходят к власти, а потом бум. Какое безобразие! А что сейчас происходит? Возврат к угольной генерации? Возврат к топочному мазуту? Ну и что? Как же быть? Ответ очевиден. Утвердить белый флаг в качестве государственного. И жить припеваючи. Наболтали языком, а результат-то какой? Консолидироваться можно и вдвоем, и по вечерам, и на костылях. И это продолжается годами. Но сегодня взяли, забрали стратегический запас. Но завтра же нас будет закупать. Мы слышим, будем закупать тогда, когда цены упадут. Но они не падают. И чего? Здрасте, приехали. Придется покупать по высоким ценам. Опять цены пошли вверх. Но мы-то здесь при чем? Это системные ошибки. Система! Сложнейший механизм! Самодеятельность! Недопустимо! Зачем они это делают? Я, честно говоря, не знаю. Вот, вы знаете, мы со многими здесь знакомы многие-многие годы, правда? Да. И говорим как бы на одном языке. Но давайте уж совсем уж так, по-семейному. Но зачем надо в это же время портить отношения с Китаем? Ну, они нормальные люди или нет? Ну, кажется, это полностью противоречит здравому смыслу и логике. Зачем надо было тащиться этой бабушке в Тайвань так, чтобы провоцировать Китай на ответные какие-то действия? В то время, когда они с Россией не могут урегулировать никакое отношение из-за того, что происходит на Украине. Ну, бред какой-то просто. Ну, и кажется, что в этом есть какая-то тонкая, глубокая задумка. Я думаю, что нет там ни шиша никакой тонкой задумки. Просто бред и все. Почему же таких правил нет? Они есть. Они заложены в устав Организации Объединенных Наций. И эти правила называются международные права. Нужно просто, чтобы все соблюдали и одинаково понимали эти правила. Только в этом. Смысл только в этом. Борьба с Китаем, как с растущим конкурентом. И придумаются всякие инструменты. Что может лежать в основе соблюдения интересов, открытости и общее правило, единообразно понимаемые и применяемые всеми участниками международного общения. Нужно вот этого баланса интересов достичь. Восстановить его, этот баланс интересов. Балансы нарушены. Вы переусердствовали. Медведь при смерти. Ни о какой игре в таком состоянии речи быть не может. Я понимаю, что такое сценарий, но вам самим разве интересно играть с мертвым противником? Ну, флаком в руки пускай двигаются куда хотят, в любую сторону. Мы так всегда делаем. Ведь смотрите, в известной степени Китай и Индия являются колыбелью мировых цивилизаций. Мы всегда относились и относимся к этому с огромным уважением и вниманием, и интересом. Интерес российской общественности к этим цивилизациям всегда был очень высоким. Значит, что касается нашего послания рядовым гражданам западных стран и Соединенных Штатов, и Европы. Хочу сказать самое главное. Боритесь за повышение заработной платы. Это первое. Второе. Не верьте тому, что Россия является вашим врагом или даже противником. Россия – ваш друг. Я хочу сказать, что все проблемы, и это обращаясь к гражданам, в данном случае европейских стран, да и Соединенных Штатов, все проблемы, которые в этой связи возникают, не связаны с действиями России. Россия здесь ни при чем. Это результат системных ошибок руководства ваших стран. Россия не враг и никогда не имела никаких злобных намерений в отношении европейских государств и Соединенных Штатов. И мы знаем, что у нас, у России, там очень много друзей. Будем строить свои отношения с так называемым коллективным задом, с так называемым коллективным задом. Это результат системных ошибок, с так называемым коллективным задом, системных ошибок задом, 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 задом. А с Западом, опираясь именно на эту часть задом, задом, населения европейских стран и Соединенных Штатов. Скоро всей вашей Америки, гирдык. Мы всем хоть рождество устроим. Профсоюзы это делают. Делают, несмотря ни на что. Делают, несмотря ни на какие спецоперации. Понял? Можем делать упор на сотрудничество прежде всего с теми странами, которые являются суверенными в принятии своих фундаментальных решений. Все-таки давайте последнее слово будет за мной. И я попрошу поднять руку любого из присутствующих. И я отвечу на ваш вопрос. Да, пожалуйста. Ой, скука это. Вчера царь, сегодня царь. Каждый день все царь, ты царь. Маловато. А что-то я и сам какой-то маловатый. Мы же много раз сказали, что мы готовы к переговорам. И я недавно выступал в Кремле, публично еще раз об этом упомянул. Но на каждом шагу совершают ошибку, которая ведет к тяжелейшим последствиям для самих стран, которые вводят эти санкции. Но сами все своими руками делают, а потом ищут виновата. Безработица 3,8%. Она меньше стала безработица, чем в допандемийный период. Была 4,7%. Что? Сельское хозяйство выросло в два раза. Что? Устойчивость банковской системы у нас надежна. Высокая устойчивость банковской системы. Что? И нужно объединять усилия всех, кто в этом заинтересован. Добиваться вот этого согласия и баланса интересов, о котором я уже много рассказывал. И тогда, без всяких сомнений, успех будет обеспечен. Вопрос в другом. Наступит ли Новый год? Путина провели через все сакральные места признание нашего головковерха как суверена. Это происходило в 1918 году. Путина поставили в стасидию императоров византийских на Афоне. Вспомните картинку. Никого туда не ставили в эту стасидию, а его поставили. Вдруг сразу забыли. Напрочь. Я вам скажу вещь, которую вы, наверное, не знаете. Кто не ездит на Афон к лукавым грекам? Строверы. А они не ездят на Афон. Потому что там лукавые греки. А у нас все на Афоне. Все на Афон. А кто туда ездит на Афон? Еще принц Чарльз ездит на Афон. Это другая часть. Это Ватикан. Так и продолжается столетиями до сих пор. Еще куда. Путина завели, понимаешь ли, под стены плач. Там есть подземный ход. Помещение, которое находится под камнем мироздания. Сверху этого камня мироздания находится мечеть Купол Скалы. Путина завели туда евреи. Это инициация его как суверен. Куда еще Путина провели? Какая-то хохма. Это еврейское слово. Значит, Путин приехал поздравить со свадьбой тетеньку в Австрии. Она там была министра иностранных дел тогда. Вот чего это вдруг Путина в Австрию привезли? Кому? Габсбург. А Габсбург это староевропейская аристократия с черным двуглавым орлом. Провели? Замечательно. Дальше там были соответствующие мероприятия, понимаешь ли, во Франции. Когда там сгорел Маттердам. Куда там Макрон водил Путина? А теперь, когда Макрон звонит, вы уточняете, кто у него там рядом? Нет. А почему? Как раз стоило. А потому что я теперь исхожу из того, что кто-то слушает. Понятно. Дальше, понимаешь ли, Путин принимали как короля, не как президента, а как короля с почестями в Саудской Аравии и в Арабских Эмиратах. То есть по всей, так сказать, староевропейской линейке провели как суверен. Вам телевизор показывают? Различите. Различите. Правитель бездарно, проигравший страну, шахматы. Пять букв по вертикали. Верен? Да нет, не подходит. Где сердце Путина? Ну, он же в Дрездене там сидел, занимаясь, так сказать, связью с нелегалами в клубе. Путин там первые годы там где-то поехал в Германию, там оторвался там утром в Гаштет, куда ты зашел, пиво пьет. Вот в этом ресторанчике «Амтор» в Дрездене хорошо помнят Владимира Путина. Довольно дефицитное пиво «Радебергер» было здесь всегда. Где сердце? Пойти пивка попить немецкого. Что дарила Меркельша Путину? Она ему какой-то пил привозила. В этом баре вас до сих пор ждут. Я заеду как-нибудь. Если сложится, с удовольствием заеду. И там точно кружку «Радебергер» я выпью. Пиво привозил. Почему? Потому что микробиота, а это два килограмма, значит, этих самых бактерий в теле Путина, они хотели немецкого пива. Кстати говоря, мне ангелы время от времени несколько бутылочек родебергского пива. Откуда берется, так сказать, управление, да, значит, это головной мозг, спинной мозг и это микробиота. Ангела Меркель. Если приезжаю, она мне все равно спрашивает, чего тебе приготовить? А потом говорит, да, знаю Радеберга. И микробиота, я думаю, и спинной мозг, и головной мозг Путина находятся в Дресте. Царь! Царь, а как? О, Господи! Он же царь-то где? Он же царь-то в Москве. Ох, как я испугалась. Я уж думал, наши сказки кто почитать взял. Ильин-то, он лидер, понимаешь ли, концептуальный лидер монархической эмиграции, эмиграции. Его Путин-то перезахоронил из Швейцарии, кажется, его выкопали. Я сейчас могу что-нибудь неправильно сказать. Да знаю, знаю. Должность у меня такая, только и делаешь ты, ничего не делаешь. Ты ведь так и со скурки помрешь. Белая идея. Самодержавие, православие народности. А Путин кто? Вот я самодержавец, народ хочет царя. Чем же заняты у вас? Все ждут царя. Им насочиняли предсказания, вы вернули как нужно. Они сидят и ждут, когда придет царь. А я еще давным-давно понимаю, что где-то написал, где будем хоронить Путина. Ну, главнейший вопрос, где хоронить Путина. А зачем им царь? А чтобы до него все тяготы переложить. Пусть все разгребает, а мы заживем счастливо. Продолжим жрать в три горла и будем наслаждаться жизнью. А ситуация какая? И давным-давно показано пальцем на разведпризм. Они на самом деле так думают, понимаешь? Им неинтересно, заслужили ли они царя. А он, Путин-то, выбрал себе судьбу Бориса Годунова. Борис Годунов, царь-то был хороший, а кончил плохо. Хочу, чтобы меня услышал каждый. Меня не покидает уверенность, что вместе мы обязательно преодолеем все трудности и снова и снова будем видеть радостные лица наших соплеменников. Нужно просто немного потерпеть. Конца и края этому не видно. Отрубить ему голову? Тунеядец. Трон и шафот всегда рядом. Но дело даже не в этом. Дело не в каком-то троне там мифическом. Я никогда не чувствовал, что на каком-то троне нахожусь. Взялся за гуш, не говори, что не дешь. Силы есть, ума не надо. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Собака лает, а караван идет. Гром не грянет, мужик не перекрестится. Это точно, это про нас. Да, были люди в наше время. Могучее, лихое племя. Богатыри не вы. Главное у них такой, с круглой мордой. Все поговорками говорю. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...